Здравствуйте! Существует такая разновидность антенн, широкополосные антенны дискоконус. Об одной из таких антенн производства ICOM модель AH8000 я вам расскажу в этом видео. Как следует из названия антенны дискоконус, такая антенна состоит из диска и конуса. Конечно, из диска сплошного и конуса сплошного состоит идеальная антенна, а реальный практические конструкции состоят все равно из штырей, которые и образуют конус и диск. Такая антенна не имеет ярко выраженного резонанса и работает в очень широкой полосе частот. Нижняя рабочая частота определяется, естественно, размерами элементов этой антенны, а верхняя рабочая частота определяется конструкцией центрального узла, изолятора, паразитными емкостями, индуктивностями и тому подобное. Суммарная длина самого длинного элемента, составляющего конус, и самого длинного элемента, составляющего диск равна примерно половине длины волны наименьшей рабочей частоты такой антенны. Но сейчас я вам рассказываю не об антеннах дискоконус вообще, а в определенной конкретной модели. Антенна EH8000. Эта антенна состоит из центрального узла, то есть изолятора, который имеет разъем N-тип для подключения кабеля и места для установки элементов антенны. Естественно, из различных крепежных элементов, вот такого вот отрезка трубы, в который сверху устанавливается центральный узел, и двух хомутов, которые крепят этот отрезок трубы и всю антенну к мачте. И самое главное, это конечно же штыревые элементы антенны, которые составляют диск и конус. Этих элементов по 8 штук. Элементы, составляющие диск и элементы, составляющие конус этой антенны, как это обычно и бывает, у дискоконусов имеют разную длину, естественно элементы, составляющие диск гораздо короче. Мало того, у этой антенны элементы составляющие диск имеют две длины и элемент составляющий конус тоже имеет две разных длины по четыре элемента 4 элемента длинных и 4 элемента коротких для конуса то же самое с элементами диска 4 элемента более длинных и 4 более коротких почти все элементы конструкции этой антенны выполнены из стали а не из алюминия и штыри составляющий конус и короткие штыри составляющей диск и центральный узел, в который крепятся все эти штыри. И даже труба, которая крепит этот центральный узел к мачте, тоже выполнена из стали, а не из алюминия, как у большинства антенн пластиковых коллинеарных. Единственные элементы, выполненные из алюминиевых сплавов, это крепежные хомуты. Итак, какие основные параметры этой антенны обещает нам производитель? Диапазон рабочих частот от 100 до 3300 мегагерц. Несмотря на то, что элементы все у нас стальные, она работает на таких высоких частотах. Ну да ладно, антенна это не очень эффективная, а широкополосная, поэтому простим ей такую конструкцию из стали. Далее смотрим. Максимальная мощность на передачу 200 ватт. То, что антенна это широкополосная, это не значит, что она только приемная. На нее можно работать и на передачу. Диапазон частот на передачу ограничен. На передачу разрешается работать в авиационном диапазоне, в любительском двухметровом, в 200 мегагерцовом любительском диапазоне 430, 900, 1200 и 2300. Вес антенны 970 грамм, естественно, без кабеля и максимальная ветровая нагрузка, которую она выдержит, 50 метров в секунду. Как это часто и бывает в конструкциях антенн типа дискоконус, нижние элементы, то есть элементы, составляющие конус, крепятся к основанию антенны с помощью стопорных винтов с шестигранной отверткой. А верхние элементы, то есть элементы, составляющие диск антенны, крепятся с помощью резьбы, имеющейся непосредственно на самих элементах. В данном случае это резьба М4. Верхний элемент выполнен из стального прутка, а вот нижние элементы, имеющие достаточно большую длину, они полые, то есть они сделаны из стальной трубки. Но в отличие от достаточно популярной антенны ДА-3000, с торцов эти элементы заглушены пластиковой какой-то заглушкой. Для чего это сделано? Ну, наверное, для того, чтобы влага не попадала, но самое главное не для этого, а для того, чтобы когда мы будем крепить эти элементы стопорными винтами, расположенные в основании антенны, чтобы эта трубка не смялась, не прижалась, не сплющилась, потом, когда антенна будет установлена у нас уже где-то, чтобы не разболтались эти элементы и не выпали оттуда, как это часто бывает в других антеннах. Например, антенна ДА-3000 Ауровской не имеет таких пластиковых заглушек, и я, устанавливая себе такую антенну, вынужден был сделать эти заглушки из медной трехмиллиметровой проволоки, что, в общем, тоже вышло неплохо. Я думаю, что даже не хуже, чем эти пластиковые заглушки у антенны AH-8000. При сборке антенны длинные элементы и короткие нужно чередовать, то есть между четырьмя длинными элементами расположены четыре коротких. Так нужно делать и при сборке верхней части антенны, то есть диска, и при сборке нижней части, то есть конуса. То, что элементы антенны выполнены из стали, а не из алюминий, на мой взгляд, это только плюс. Производители узкополосных однодиапазонных или каких-то коллинеарных многодиапазонных антенн не могут себе позволить сделать элементы этих антенн из стали, так как эффективность будет ниже. А здесь же антенна широкополосная, эффективность ее и так не очень высокая, поэтому стальные элементы это не так плохо с точки зрения эффективности, зато очень хорошо с точки зрения прочности и надежности конструкции. При сборке антенны желательно учитывать следующие особенности. Верхние элементы, будучи установлены раньше нижних, будут мешать закручивать стопорные винты с шестигранной отверткой, а нижние элементы, будучи установлены раньше, чем основание закреплено к трубе, будут мешать закручивать винты М3, которые крепят основание к этой самой трубе. Поэтому необходимо соблюдать последовательность сборки, во-первых. Во-вторых, вот эта вот стальная труба имеет очень и очень острые края, которыми легко можно повредить коаксиальный кабель. Вот так выглядит антенна в собранном виде. Я ее установил на небольшую осветительную стойку, сейчас эта стойка находится в полусложенном виде, я ее разложу и поставлю немножко подальше от себя и буду слушать разные сигналы с помощью приемника. Антенна подключена к кабелем RG223, это очень хороший кабель, несмотря на то, что по размерам, по внешнему диаметру он похож на RG58, это далеко не RG58 по своим параметрам. Послушаю разные сигналы с помощью этой антенны. Вот так, например, слышно ATIS Нижний Новгород на частоте 132,7 МГц. А вот так слышно сигнал на частоте 133,2 МГц, это управление воздушным движением Москва-контроль. На 70-сантиметровом диапазоне частота 422 МГц, управляющий канал какого-то транка, тоже хорошо слышно. Как вы видите, я нахожусь сейчас не в городе, а за городом, но удаление очень небольшое, поэтому городские все сигналы проходят тоже с хорошим уровнем. Сейчас в Нижнем Новгороде около 9 градусов мороза, днем сохранится переменная облачность, возможен небольшой снег. Ну уж, обещательный диапазон, слышно с огромным уровнем. Антенна широкополосная, работает начиная как раз с обещательного диапазона со 100 МГц. Нахожусь я недалеко, как я вам уже сказал, от города, поэтому вещалки проходят очень-очень сильно. Проведу радиосвязь с помощью этой антенны в двухметровом любительском диапазоне. Частота 145,550. Р-3 ТГМ, РА-3 ТЛБ, ТГМ, ТЛБ. Радио Анна 3, Тамара Леонид Борис, я Радио Тройка, Тамара Галин Михаил. Принимаю тебя вот с таким шумком, легким, но уверенно, устойчиво. ТЛБ, ТГМ, прием. Да, ТГМ, ТЛБ, приветствую. Отлично слышу вообще 5.8, 5.9 практически без шума. Сейчас работаю с антенны Дискоконус, Дискоконус АХ-8000, такая широкополосная антенна. Радиостанция FT-7900, мощность средняя какая-то, тут ватт 10, наверное, прием. Да, 3 ТЛБ и РТТГМ. Ну, я так и понял, что там антенна какая-то не очень хорошая, либо ты где-то далеко там находишься. Ну, вот по S-метру ICOM-910, значит, стабильно на 4 кубика, вот, то есть, прием идет. И шум такой, как вот грамм-пластинка такая, то есть, модуляция вообще четкая, все хорошо, слышимость вообще отличная. РА-3ТЛБ, РТТГМ, прием. Да, все принято, спасибо. Так как антенна широкополосная, то перекрывает она несколько любительских диапазонов. Без всяких переключений я сейчас также проведу радиосвязь в диапазоне 70 сантиметров, то есть 430 МГц. У А-3ТЦВ, у А-3ТЦВ, здесь РА-3ТЛБ, прием. РА-3, Тамара Леонид Борис, Ульяна Анна-3, Тамара Центр, Василий, УА-3ТЦВ. Алексей, приветствую, добрый день. Пятерка-девятка плюс, очень громко принимаю. Николай, Нижний Новгород. А, Николай, принято. Тоже очень хорошо слышу, 5-9, совершенно без шумов, полное, так сказать, подавление всех шумов. Сейчас у меня мощность 5 Вт, радиостанция FT-7900 и широкополосная дискоконусная антенна модели AH-8000i.com на высоте всего 2 метра над землей в полевых условиях. Да, Алексей, РА-3ТЛБ, УА-3ТЦВ, плюс 10 дБ принимаю, плюс 10 ровненько, ну так немножко следующий сегмент подмигивает к 15, но в основном 5-9 плюс 10. То есть, если принять, что 4-5 баллов уже слышно громко с подавлением шумов, представь себе, как я тебя принимаю с плюсами, РА-3ТЛБ, УА-3ТЦВ, УА-3ТЦВ, УА-3ТЛБ. Все принято, Николай, спасибо большое, что меня услышал отсюда с полей. Испытываю эту антенну, первый раз ее развернул, первый раз собрал и проверяю, соответственно, здесь ее. Потом планирую в стационарных условиях поставить. Спасибо, у меня вопросов больше нет, пока, 7-3. Да, Алексей, всего доброго, доброго дня, семерка-тройка. Вот такая вот широкополосная антенна, в отличие от многим известной антенны ДА-3000 от компании АОР. Эта антенна работает в более высокочастотном диапазоне, начинает работать только от частоты 100 МГц, но, соответственно, имеет верхнюю рабочую частоту тоже повыше. Хорошо это или плохо, ни то, ни другое, просто это антенна более высокочастотная, но точно так же широкополосная и многодиапазонная, можно сказать, антенна. Стоит ли использовать такую антенну для любительских целей или для каких-то профессиональных, однозначно сложно сказать. Конечно, в первую очередь, эта антенна удобна для радионаблюдения, для приема, для контроля эфира, эфирной обстановки в очень широком диапазоне частот. Но можно также на нее проводить и радиосвязи, как вы сейчас это видели. Конечно, эффективность такой антенны по сравнению с какой-нибудь коллинеарной многоэлементной вертикальной антенной в пластиковом корпусе гораздо-гораздо ниже. Но такая коллинеарная пластиковая антенна работает в очень узкой полосе частот, а дискоконус работает в очень широкой полосе частот. Поэтому, так сказать, в зависимости от ситуации нужно выбирать, что вам нужно. Я считаю, что нужно иметь и такую, и такую антенну. Это все, что я хотел вам рассказать о широкополосной дискоконусной антенне ICOM AH8000. Спасибо, что смотрели это видео, работайте в эфире с различных антенн, слушайте разные диапазоны на различные антенны, смотрите мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Здесь был Алексей Игонин. До свидания.